Праздник спорта не повод для того, чтобы расслабиться. Рио-де-Жанейро славится не только роскошными пляжами, но и высоким уровнем преступности. Бразильская полиция делает все возможное для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков. Но хозяева Олимпиады просят соблюдать осторожность, потому что в большинстве случаев жители бедных окраин, фавел, быстрее, выше и сильнее. Что делает консульская служба КНР в Рио, чтобы оградить соотечественников от опасных приключений, узнали наши корреспонденты. Утро в консульстве КНР в Рио-де-Жанейро начинается с обсуждения обстановки в городе. Начальника полиции китайского города Уси в столицу летних Олимпийских игр привела не только любовь к спорту. За плечами шао Вэймини, миротворческие операции в Восточном Тиморе, Гаити и Кодзивуари. С мая этого года он обеспечивает олимпийское спокойствие китайских граждан в Бразилии. Пока спортсмены бьют рекорды и завоевывают медали, китайские дипломаты заботятся о том, чтобы соотечественники сохранили о Рио только приятные воспоминания с первых шагов на бразильской земле. После долгих переговоров с сотрудниками аэропорта мы все-таки получили право установить служебную стойку у выхода из второго терминала. Китай первым установил свою стойку в Рио. Здесь можно получить краткое руководство о консульской защите и карту Рио-де-Жанейро на китайском языке. Такую же информацию можно найти на официальном сайте консульства и в Вичате. Мобильный пункт обслуживания граждан КНР открыт и в районе Бара, где находятся олимпийская деревня и 15 спортивных объектов летних игр. «Я доволен работой консульства. Я обязательно буду обращаться в посольство и консульство, если мне нужна будет какая-то помощь». Помощь, как показывает опыт, может понадобиться неожиданно. Так недавно с большим трудом удалось найти пропавшего гражданина КНР. «Вчера вечером нам сообщили, что один китайский гражданин был увезен бразильскими полицейскими. После этого он пропал без вести. Мы постоянно обновляли его статус в интернете и сумели найти место, где он встретился с сотрудниками полиции. В конечном счёте мы установили, в каком отделении служат те полицейские». За первую олимпийскую неделю китайское консульство в Рио приняло к рассмотрению 14 дел. Благодаря тесной работе с бразильской полицией крупных происшествий с гражданами КНР избежать удалось.